Что такое морской грузовой порт, известно, пожалуй, каждому взрослому. А вот как выглядит крупнейший в мире железнодорожный, можем рассказать и показать. Контейнерный порт Цинбайдзян, отправная точка грузового маршрута Китай-Европа. Контейнерный порт расположен в городе Чинду, административном центре провинции Сычуань, то есть в самом сердце Китая. Отсюда берет начало новый шелковый путь, преимущественно железнодорожный. Европейское направление от Чинду через Россию до польской Лодзи. Это расстояние составу преодолевают за 10 дней. Железнодорожная доставка в несколько раз дешевле воздушной. Честно говоря, вообще сложно представить, как можно поднять такое количество грузов. Я очень часто выхожу на эту смотровую площадку. Мы любим смотреть, как движутся грузы. Наша компания была основана пять лет назад, и за это время грузооборот увеличился более чем на 100%. В России два пункта выгрузки Новосибирск и Москва в ближайших планах Санкт-Петербург. Компания надеется, что со временем российских точек станет больше за счет активного товарообмена с регионами. Еженедельно в Россию отправляется шесть грузовых поездов. Они в среднем идут 13-15 дней. Но мы намерены с помощью современных технологий сократить время доставки. Из России в Китай ввозят лес, нефтепродукты, сельскохозяйственные, пищевые продукты, в частности конфеты и молоко. Что касается молока, то с ним в поднеместной особое отношение. Страна с шеститысячелетней историей только начинает вводить его в свое меню. Предприятие «Лидер по производству молочных продуктов» носит весьма поэтическое название. В переводе звучит как «Современная подающая надежды компания молочной промышленности». Она придерживается свежей стратегии и специализируется на производстве низкотемпературных продуктов. В линейке свежее молоко, йогурт и живой серии и другие изделия, среди которых вполне русская ряженка. На долю предприятия приходится 40% продаж молочных продуктов и 60% свежего молока. Компания заинтересована в сотрудничестве с Россией. Мы знаем, что в России производят очень качественные молочные продукты, в том числе и сырье. Возможно, мы будем закупать сырье. Но мы в дальнейшем можем и поставлять в Россию готовые молочные продукты, которые выпускаем сами. Ассортипент молочной компании отличается разнообразием. Среди натурально-вкусовых добавок к молоку даже имбирь, дань национальным гастрономическим традициям. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика, из Китая.